30 единиц техники задействовали сотрудники комбината зелёного хозяйства ИГЛУД для уборки снега, который выпал за последние сутки. Это бульдозеры, погрузчики, самосвалы и машины для обработки противогололёдными материалами. Кроме того, 67 работников КЗХ ведут ручную расчистку. Особое внимание уделяют тротуарам и лестницам. «Первоочередная задача которых – расчистить лестницы и выходы на пешеходные переходы, те валы, которые, к сожалению, образуются при снегоочистке. Вот это неудобство максимально быстро постараемся устранить. При завершении первоочередной расчистки этих объектов, в том числе подъездов объекта социальной сферы, это к детским садам, чтобы продукты своевременно смогли привести к школам, которые на днях должны выйти с замечательных каникул и продолжать обучение». Четыре автогрейдера расширяют проезжую часть по основным городским маршрутам. Бульдозеры ГЛУДА убирают частный сектор. Дорожники призывают магаданцев воздержаться от поездок и не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать снегоуборочной техники. А в социальных сетях горожане жалуются на общественный транспорт. Автобусы либо задерживаются, либо не приходят вовсе. Вещерний Магадан решил выяснить у жителей областного центра, сталкивались ли они с такой проблемой. «Я думаю, что да, возникают. Но это естественная причина. Снегопад такой за половину суток выпал. Мы же магаданцы привыкли к таким сюрпризам природы. Надо спокойно к этому относиться. Пешочком. Город наш небольшой. Прогулка будет только на пользу, потому что воздух свежий. Температура достаточная, чтобы гулять не замерзнем. Я считаю, что это никакое там не такое катастрофическое событие». «Да, возникают. А у вас нет?» «Конечно. Что ж не возникает? Конечно, возникает. «Задержки сильные?» «Ну, сказать, что задержки сильные не скажешь. Но то, что вот здесь невозможно подойти к транспорту, вот это другое дело». «Да, да, вот возник. Видите, люди ждут. Нету тротуара, не убрано». В мэрии Магадана прошло аппаратное совещание по работе коммунальных служб. В режиме видеоконференцсвязи учреждения областного центра Колымы рассказали о том, как осуществляется их работа в период снегопада и метели. Работа коммунальных служб Магадана проходит в усиленном режиме. Региональный оператор Магаданский сообщил о проблемах вывоза отходов из контейнерных площадок. Замечённые снегом территории создали неудобства для граждан. Коммунальные службы города уже устраняют эту проблему. Комбинат зелёного хозяйства ИГЛУД принимают максимально возможные меры по борьбе со снежными заносами. Эти два учреждения перешли на работу в усиленном режиме при 11-часовом рабочем дне для персонала. Пострадали от метели также территории школ и детских садов Магадана. «На исход этих суток все подъезды к детским садам будут очищены. Школы на данный момент, к сожалению, частично очищены. Завтра эта работа продолжится. Есть ещё проблема с подъездом специального транспорта для вывоза твёрдых бытовых отходов. Тоже частично эта работа сегодня выполнена. Завтра, надеюсь, эта работа будет полностью выполнена и отходы с контейнерных площадок города будут вывозиться». Шесть единиц техники дополнительно привлечено с частных предприятий для помощи в работе комбинату зелёного хозяйства ИГЛУДУ. На улицах Магадана работают сотрудники КЗХ и вручную очищают выходы к пешеходным переходам. 5,5 тысяч доз вакцины «Спутник Ви» в ближайшие дни доставят в Магадан. Эксперты рассказывают, что привезут только эту, поскольку она используется в течение полугода и является самым проверенным препаратом. На Колыме продолжается иммунизация населения от коронавируса. Об этом рассказали на пресс-конференции для представителей СМИ. Сотрудники регионального Минздрава рассказывают, в приоритете остаются люди старшего поколения и с хроническими заболеваниями. Записаться на вакцинацию можно способом, который удобнее – по телефону 122 или через портал Госуслуг. На данный момент на территории Магаданской области привиты около 10 тысяч человек. По поручению губернатора организованы выездные бригады. «Нам сейчас термосумки пришли, которые мы можем перевозить вакцину, потому что у нее очень сложная холодовая цепочка. Сейчас эти сумочки у нас есть, это раз. Выездные бригады сформированы, уже на несколько предприятий они выезжали. Допустим, они выезжали, но это не предприятие областное, думаю. Они выезжали на присталов наших областных и еще там небольшое предприятие, они выезжали». Кроме того, медики выезжают к маломобильным гражданам и людям старшего поколения. Записаться на прививку можно через социального работника или регистратуру первого и третьего амулаторного отделения. Также вакцинация идет в отдаленных районах, несмотря на неблагоприятные погодные условия. «Вчера было доставлено необходимое количество доз в каждый населенный пункт, в каждый район, и сегодня вакцинация будет продолжаться». Для того, чтобы на Колыме отменили режим повышенной готовности, коллективный иммунитет должен достигать 70%, утверждают в Минздраве. В Магадане получить вакцину могут в том числе жители других городов. Нужны лишь полис ОМС и СНИЛС. 24 апреля объявлен Минстроем России днем Всероссийского субботника. В мэрии города Магадана прошло рабочее совещание по поводу организации этого мероприятия в режиме видеоконференц-связи. В различных районах города пройдут массовые уборки. Часть из них состоится на пространствах, благоустроенных в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Одним из таких мест станет парк «Маяк». Субботник проводится с целью привлечения жителей к наведению и поддержанию порядка на просторах родного города. В рамках предполагаемого проведения субботников мы будем выступать как организаторы этого мероприятия. То есть мы будем информационно извещать всех жителей города о проведении данного мероприятия и привлекать для уборки городских территорий от того мусора, который у нас за зимний период скопился и имеется в городской среде. Также на совещании согласовали порядок подготовки к субботнику в следующем 2022 году. По предложению муниципалитета жители смогут сами выбирать места, в которых проведение всероссийского субботника было бы самым актуальным. Подведомственные учреждения подготовили индивидуальные предложения, касающиеся распространения информации, привлечения юных жителей города и организации дополнительных мероприятий развлекательного характера, приуроченных к этому дню. В этом году с 1 апреля вырастут социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Увеличение выплат произойдет на 3,4%. В Магаданской области повышение коснется свыше 2000 пенсионеров. Напомним, что социальная пенсия назначается по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца. Увеличатся и пенсии военнослужащих и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, людей, награжденных знаком жителю блокадного Ленинграда. Индексация пенсии коснется и граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф и членов их семей. Также повысятся размеры социальных выплат, которые зависят от размера социальных пенсий. В результате индексации размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы в составе 23 650 рублей 57 копеек. Инвалидов первой группы 19 709 рублей 9 копеек. Второй группы 9 854 рубля 49 копеек. Третьей группы 8 376 рублей 39 копеек. Размер прожиточного минимума для пенсионеров Магаданской области составляет 17 560 рублей. Если после повышения пенсия будет ниже этой величины в регионе, то гражданину установят региональную социальную доплату. Артек приглашает юных колымчан на смену в Крым. Выделили дополнительные путевки для ребят 5-11 классов в общеобразовательных организациях. Это будет пятая смена «Салют Победа» и пройдет она с 21 апреля по 11 мая 2021 года. Чтобы стать участником, нужно зайти на сайт Артек Дети, создать личный кабинет и загрузить свои достижения за последние три года. Заявки принимаются до 4 апреля. По поручению губернатора Колымы Сергея Носова оплата проезда и сопровождение группы будет производиться за счет средств областного бюджета. По вопросам оформления путевок можно обратиться в Министерство образования по телефону 8 413 2 643 132. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова